Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы вспоминаем об одном из служителей Божьих, который Библия называет пророки. Это люди, которые по-особому слышали голос Божий, которые были одарены этой способностью, смелостью ответить Богу на Его вопрошание. Обычно мы просим Бога, но бывает так, что и Бог просит нас. Когда мы читаем об служении пророка Исаии, то там есть такое место, где Бог спрашивает, вот кого мне послать, вот нужно к этому народу. И пророк Исаии говорит, вот я, пошли меня. Вот таково служение пророков. И вот один из них, о котором Господь сказал, что среди рожденных женами не вставала большая Иоанна Крестителя, величайший из пророков, последний пророк Ветхого Завета, о котором Господь говорит вот такие удивительные слова. И судьба его грандиозна и трагична. Грандиозна, потому что он с самого начала родился от престарелых родителей, видимо, рано осиротел, его, вероятно, взяли на воспитание Исии, жившие в таких, по-нашему сейчас назвали, в монастыри, в пустыре. И вот там, в этих суровых условиях, проходило его детство и юность. И вот он вдруг услышал голос Божий, что надо идти, приготовить путь его сына, Мессии. И из пустыни пошел на Иордан призывать людей к покаянию и омовению, знак прощения грехов. И вот о нем спрашивают его, кто ты? Приходят к нему из Иерусалима, книжники, фарисеи. Кто ты? Почему ты крестишь? Ты что, пророк? Нет. Ты, Илья? Нет. А почему же ты крестишь? Кто ты? И он говорит, я глаз вопиющего в пустыне. Голос Божий. И он себя считает именно вот этим голосом и больше ничем. Только об этом он и говорит, что покайтесь, приготовьте сердца к тому, чтобы увидеть Господа. Потому что сердца человека затемнены всегда грехов, непонимаем, какой-то суетой, мелочами, завистью, осуждением и так далее. Отложите все это. И мы знаем с вами замечательную картина нашего Александра Иванова, русского художника, явление Христа народу. У нас репродукция в Доме Прихода имеется. И вот он так умоленно себя держит. Такое величайшее смирение. И при этом сочетается с необычайной смелостью. При этом смирение, когда я только друг жениха, который видит жениха и радуется, слышит голос его. И в этом моя радость. И в то же время он говорит иудеям, и не думайте говорить себе, мы семь Авраама, порождение Ефигны. Бог из этих камней может сделать детей Авраам, если захочет. То есть, чтобы человек не гордился просто своим происхождением, рождением, а только приносил подлинные дела Божии. Любовь, радость, примирение. Вот такое удивительное служение Иоанна Притечи было. И когда он же оказывается в темнице, уже зло обступило его со всех сторон, он последний вопрос на всех, возникает сомнение. Даже у него. Поэтому мы должны бояться, когда у нас возникают какие-то сомнения. Он посылает своих учеников ко Христу. Ты ли тот, который должен прийти? Или ожидать нам другого? Трагический вопрос, потому что, если ты не тот, то чего ради он оказывается в темнице? Чего ради он навлёт на себя столько трудностей и всё это? И Господь посылает, скажите Иоанну, что слепые прозревают, храмы ходят и блажен, кто не соблазнится о мне. Он не отвечает просто «да», а «вспомни место из порока Исаии». И тогда ты поймёшь, что «да, действительно я». Он оставляет и Иоанну место для веры. Живи только верой. И вот это подвиг, которому нет предела. И мы слышали только сейчас в Евангелии страшный конец этого замечательного проповедника, замечательного служителя Божия. И вот мы называем этот день праздником. Праздником, потому что мы, когда мы празднуем, то мы празднуем. То есть мы не занимаемся работой. Мы посвящаем это радости событиям. Но бывают и такие дни, когда руки опускаются от горя и ужаса перед тем, что перед величием судьбы Иоанна Крестителя. И поэтому это слово «праздник» применяется и сюда. То есть мы освобождаем себя от каких-то дел, заботы. День строгого поста, когда мы не заботимся о пище, о каких-то развлечениях, как бы вот стоя перед этой ужасной смертью. И, конечно, в этот день мы не можем не вспомнить замечательного служителя Божия, тоже как пророка постного народу, отца Александра Мения. Именно в этот день были его похороны. На третий день после убийства, 9 сентября, 11 сентября, совершались похороны. Митрополит Ювенальев отпевал. И каждый год владыка приезжает в Новую деревню в этот день и поминает отца Александра Мения. Он тоже был как глас, выпьющий в пустыне. Мало кто после всего советского периода, периода, когда всякая духовность, церковь были, так сказать, под спудом. Нельзя было там ни проповедовать, ни книг не было, даже Евангелия не было. И отец Александр вышел с такой проповедью. За последние 2-3 года своей жизни более 500 выступлений при неизменно заполненных залах было произнесено. Вот такое удивительное служение. Так что мы его тоже будем поминать, когда будем молиться. И вот все это нас настраивает именно на то, чтобы мы смирялись перед величием Божьим. Искали не наших страстей, осуждений, там, всего прочего. Искали вот этого служения, о котором говорит Иоанн Креститель. Говорит, что помоги ближнему, люби Господа Бога своего, иди этим путем, за тем, перед которым я буду притечен. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok